МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Диаблока. Прекрасно» с Кристиной Смольской. Друзья, пожалуйста, присоединяйтесь к нашей дискуссии на блоге, адрес которого вы видите сейчас на экранах. Вы можете оставить ваши вопросы, комментарии, рассуждения. А тема нашей сегодняшней передачи – это современная белорусская иконопись. И в эти прекрасные предпасхальные дни я пригласила в студию двух замечательных мастеров. Это Виктор Довнар, художник, иконописец, член Союза художников. И Алексей Довнар, художник, иконописец, член Союза дизайнеров. Здравствуйте! Здравствуйте! Виктор, я начну с вопроса к вам. У вас довольно-таки неординарный творческий путь. Вы начинали как художник-мультипликатор, а сейчас пишите иконы. Как так получилось? Ну, такая судьба человеческая. Творческая. После армии я поступил работать на киностудию, и как раз там набирали цех мультипликации. У нас только-только открывался, набирали новых, молодых, интересных художников. Ну, я попробовал свои силы, меня взяли. И потом, после окончания Театрального художественного института, раньше так Академия наша называлась, я стал режиссером, познакомился со своей женой. О, прекрасно! Тоже мультипликатор и режиссер, и сценарист. И мы вместе стали создавать эти фильмы. И нам это очень нравилось. Но параллельно, как у каждого творческого работника, существует хобби. И у меня это хобби было увлечение древнерусским искусством. И поэтому вот это вот хобби привело к тому, что открылись темы такие богословские. Нужно было их изучить, нужно было их понять. А икона и есть богословие. И это вот как раз увлечение этим подвигло к тому, чтобы заняться этим более серьёзно. Ну, я смотрю, что Ваша работа – это такое семейное у Вас мероприятие. И Алексей пришёл в эту работу. Алексей, Вы для меня вообще как родственная душа, потому что у меня такая же семейная история. Мой отец – известный искусствовед, театровед, и я тоже пошла по его стопам. Я тоже искусствовед, театровед. А Вы как пришли? Или Вам отец сказал, что надо продолжать семейное дело? Или это веление Вашей души? Вот 1992 год, мы вместе начали пробовать писать иконы. И я там тоже что-то… на одном уровне были. Я маленький там, 13-летний, 14-летний. Я маленький в этой области, да? И как бы вместе мы это для себя открывали. А потом я начал учиться, там, закончил школу, поступил там в художественное училище Глебовское, Минское. И пока я учился, периодически работал на лесах уже, на фреске. А когда я закончил училище, то уже плотно начал заниматься фреской и уже с другим подходом, более серьезным таким. И как-то вот мы вместе как начали работать, дополняя друг друга, что уже как бы наш тандем так, ну, невозможно разорвать. Разделить невозможно. Ну вот вы начали говорить про эксперимент в работе, про эксперимент в иконописи. Совсем недавно, я помню, репортаж был по телевидению о том, что сейчас очень развивается современное направление в иконописи. В чем оно заключается? То есть иконы отходят от какого-то традиционного письма. Иконы могут быть какие-то такие перекошенные, могут быть чуть ли не вверх ногами. Как вы относитесь вот к таким экспериментам в иконописи? К такому тотальному отходу от традиции? Вы знаете, тотальный отход он не должен быть, да? Почему? Потому что я считаю, что здесь дело образования, дело вкуса и дело духовного образования. Я не могу молиться просто предмету, который напоминает мне, ну, святое изображение. Ведь есть определенные условия, при которых создавалась икона. Это богословские выкладки, богословские идеи. Они четко аргументированы были ведущими богословами. Поэтому и язык у иконы появился именно такой. Скромный, ненавязчивый, без всяких деталей лишних. Мы любим украшать икону, да. Особенно те, у кого есть деньги, любят приобретать икону в окладах дорогих, с золотом, с серебром, с камнями и прочее. Чтобы она блестела и радовала. Но это плохо или как вы к этому относитесь? Вы знаете, я к этому отношусь нормально. Я сейчас хотела бы перейти к одной цитате наших интернет-пользователей. Хотела бы, чтобы вы ее прокомментировали. «Вядомый иконописец Зенон Теодор стверждает, что троица Андрея Рублева по сутности не заявляется иконой. Бо ее задача не молитовная, а богословская. Цикаво все, что заявляется иконой, а что не?» Что спрашивают наши интернет-пользователи. Я думаю, вот что. Что именно о... Речь идет именно о троице Рублева. Да, да, да. Действительно, мы знаем события, когда три ангела явились Аврааму и Саре. У дуба Мамбрисского. И такое изображение было всегда. Потом оно немножко трансформировалось, да. Рублев вообще исключил исторический сюжет, а показал только трех ангелов как бы за трапезой. И эта символика там, в этой иконе, она более многозначна. Потому что там идет разговор о причастии. Там даже построение фигур, оно напоминает чашу. И в середине, в чаши, как бы, сам Иисус Христос, как жертва. Вот поэтому она больше богословская, эта икона. То есть там можно говорить о троице, о Бога Отце, Сыне и Духе Святом. И рассуждать по этому поводу, нежели, как мы привыкли, молиться к тому святому, которого изображен. А она даже, как бы, не напоминает вот такой факт из жизни церкви, а говорит о богословии церкви. А факт был под Мавриевским дубом. Поэтому в этом отношении, да, она скорее богословская. Но все равно мы молимся троице и молимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Поэтому, мне кажется, что она является и иконой, и богословием. Ну, больше может быть богословием. Спасибо. Я знаю, что вы, и Алексей, и Виктор, вы вдвоем много работаете за рубежом. И мы вас, нам удалось вас выловить на передачу. Вы где-то там были, откуда-то приехали. Расскажите про вашу работу за рубежом. Что вы делали из последнего интересного? Ну, и самого интересного, это у нас был проект фрески в Черногории, в столичном храме, главном самом, в Подгорице. Работа была очень интересная, потому что очень большие площади. На лице вот как раз мы видим на экране. Да, площади просто огромные. И фрески мы должны были писать по-сырому, то есть по старой, древней технологии. Для этого была подготовлена стена особым образом. То есть на стену были наклеены специальные такие блоки из песчаника. Потом они уже были заштукатурены там профессиональными своими штукатурами, очень ровно, известью гашеной. И уже по этому слою мы писали, мы наносили свою штукатурку и писали фреску. Так как огромное пространство, приходилось работать просто на износ. Сложно было, да? Очень быстро, жарко было, влажно. Сколько градусов? Около 40. Около 40. Причем практически при 100% влажности. Купол нагревается. Неимоверно. Очень жаркое солнце. И учитывая то, что мы постоянно мочили стену, чтобы она была в мокром состоянии, чтобы не высохла штукатурка, это все как будто в парилке. Да, условия. Вы знаете, когда есть какие-то задачи, поставленные нам, а задачи были поставлены митрополитом, и задачи были несколько новые. В Подгорице именно. В Подгорице. Владыка Амфилохи – это прежде всего человек, обладающий великолепным даром слова. Да, он сам приятный человек, очень богослов. Поэтому вот эти... Вы знаете, мы предложили, вот Алексей как раз разрабатывал эскиз традиционный, да, ну вот по тем фрескам, по тем изображениям, которые приняты в церкви. Которые можно встретить на Балканах, в той местности, которые им привычны. Ну и как бы которые нам привычны, потому что мы берем наш стиль все оттуда, потому что глубокое изучение иконописи все равно нас возвращает к Балканам. Только там сохранились единственные исходники, исходный материал, откуда можно что-то почерпнуть. А владыка Амфилохи нам предложил немножко иной вариант. Какой? Он говорит, ну вот, ребята, вот как же вы думаете, когда Святой Дух сошел на апостолов, вы думаете, они сидели? Да там невозможно сидеть, они все повскакивали. Давайте их поднимите с этих вот скамеек, давайте стоя их нарисуйте. И более динамично, динамично, чтобы динамика была. Плюс он попросил нас изобразить еще там все народы мира, так как в этот момент Святой Дух сошел не только на апостолов, а абсолютно на все народы мира, отдаленные. На всех людей. На всех людей. И нам пришлось вот нарисовать там и японца, и индейца, и индуса. И литвина. Да, да, да. Да, и белорусочку, и славян, и грека, и даже индуса. Вот у меня есть хорошая цитата как раз в эту тему. Наши интернет-пользователи пишут. Известно, что цвет на иконе имеет определенный смысл, но ведь символика цвета у каждого народа разная. И как возникла символика цвета у православных икон? Ну, вы знаете, как возникла, это исторический процесс, конечно. Если посчитать, что христианство берет свое начало с Востока, то все принципы, символики цвета восточные, они так и остались и перешли через Грецию на Русь и в Беларусь. Через Киев, в Полоцк и в Новгород. Вот. И она как бы и сохраняется до сих пор. Другое дело, что у каждого народа есть определенное тяготение к тем или иным цветам. Ну, например, был у меня такой случай, я просто расскажу. Мне заказали икону святого Георгия Победоносца на коне. Вот. И я посчитал, что икону можно изобразить так. На светлом фоне черная лошадка и великолепный, значит, воин, который поражает змеи. Да. Я так и сделал. Получилось неплохо. На вороном коне все. На вороном коне, да. Красиво, красиво. Есть аналоги в истории иконописи. Все хорошо. Вот. Но когда ее повесили в храме, бабушки отказались к ней подходить и сказали, к черному коню мы прикладываться не будем. Это бес. Я удивился. Почему вы так считаете? Давайте нам белого коня. Ну, я посопротивлялся, правда, немножко. И потом написал белого коня. Икона не получилась хуже. Не потеряла, да? Нет, не потеряла. Но молиться все были согласны. Ну, все согласны, все хорошо было. Почему? Здесь у нас символика белого цвета определенная. Белый – чистота, покой, свет. Это символ и христианский. Но, в принципе, цветовая символика, она понятна. Красный цвет – символ жизни и символ смерти. То есть это символ крови, символ жертвы. И символ солнца. Символ, посмотрите, у белорусов красный орнамент на белые вопротки, да? Он прекрасно смотрится. Красный, красивый отсюда, да? Прекрасно. Синий цвет – символ неба, конечно же. Символ темный цвет, темно-синий. Глубина. Глубина мудрости божественной. Белый свет, ну, мы уже сказали об этом. Ну, и так далее. Черный цвет, конечно, на иконе большей частью изображается с отрицательными силами. Там ад, земля, там где-то так еще смерть. Вот. Но, если мы возьмем, например, другой народ, эфиопский, да? У них совершенно другая традиция изображения. Не только в символике цвета, но скорее в изображении. И если мы свою икону принесем им, они не смогут молиться перед ней. Но это естественно. Они привыкли к другому изображению. Я даже видел африканского Христа распятого. Расскажите. Ну, на выставке как-то в Варшаве я пришел. Это было, конечно, очень интересно. Он чисто по-африкански, знаете, вот из черного дерева. Он вырезан такой черный, весь распятый. У него здесь вот ничего нет. Только ребра торчат, лик такой. Очень, можно сказать, очень гиперсовременный такой. Но крест, обычный крест, да? Да, да, да. То есть все традиционно. Это похоже на распятие. Для меня, конечно, это предмет искусства. Но для тех, кто изображал это, скорее они вкладывают в него вот ту символику, к которой они привыкли. И тот стиль, к которому они привыкли. Но дай Бог, пусть у них такая традиция в искусстве, такое понимание красоты, дизайна. Пусть у них так и будет. Ну, каждый имеет право на свою традицию, в общем-то. Естественно, конечно. У меня есть для вас еще одна цитата. Сергей, наш интернет-пользователь, спрашивает, есть ли в Минске школа иконописи, где можно заниматься, не имея за плечами художественного образования? Вот если есть такая потребность, есть желание, можно ли в Минске заниматься? И где? Да, конечно, можно. Прежде всего, это Свято-Елизаветинский монастырь. Там есть отбор. И туда принимают независимость от того, есть ли у тебя художественное образование или нет. Просто есть желание, и можно прийти. Петь, конечно, легче с художественным образованием, это естественно. Но есть самородки. Есть самородки, которые, ну, как у каждой нации, у каждого народа. Есть талант. Есть такие талантливые дети, которые, ну, просто вот у него все в руках. Даже образования не нужно. Ну, а вот вы руководите иконописной мастерской иконик, да? Вы оба ее руководители. А что-то такое подобное практикуется у вас? То есть вы набираете каких-то учеников? Может быть, к вам можно попасть? Ну, у нас была такая практика. Ну, столкнулись с такой проблемой, что не всем мы можем ввиду загрузки уделить должное внимание. Все-таки мне кажется, что очень полезно иметь какой-то багаж знаний художественных и базу для того, чтобы изучать икону. Потому что, ну, как можно приступить к написанию иконы, если не знаешь рисунка, если рука не поставлена, не знаешь цвета, как его смешивать? Это очень, это должно быть уже на подсознательном уровне заложено. Если есть какой-то такой божественный талант у тебя, ты сможешь это сделать. Но если его нету, неоткуда ты его взять? То есть если будет синий, ты будешь писать синий, не отдавая себе отчета, какой это оттенок. И это будет в итоге, ну, как-то не очень хорошо. Алексей, вот Ольга Игоревна говорит, сейчас я снова зачитаю цитату, о том, что существует проверенная временем техника каноничного письма. И в целом она хорошо известна. Но у каждого практикующего изографа есть свои наработки, свои особенности, даже открытия в этой области. Я считаю, большой духовной ошибкой делать из этого секрет. Вы знаете, вот последняя фраза меня немножко смутила, потому что... Секрета вы не делаете. Никто из иконописцев никогда, вот по моей практике, никогда секрета из этого не делает. Другое дело, другие профессии, да, которые боятся, что у них отнимут их ремесло. Вы не боитесь? Мы не боимся. Наоборот, мы этим делимся с удовольствием. Все иконописцы этим делятся. Спросите у кого угодно в Минске, у кого угодно за рубежом, а мы встречаемся со многими, тем более сейчас интернет позволяет, ну, весь мир охватить, иконописные я имею в виду. Все талантливые ребята, которые работают и которые имеют время уделить там интернету немножко, они делятся, они спрашивают. Мы делимся, они делятся, проходят мастер-классы там. Вот я знаю, что вы проводите мастер-классы. Вот в Варшаве, в частности, у вас был мастер-класс. Да, да, был мастер-класс. Вот как часто вы их проводите? Вообще, Польша меня радует тем, что там при каждом городе, наверное, существуют такие группы любителей. Я не скажу, что это все профессионалы. Любители, которые рисуют иконы, да? Они собираются, общаются, приглашают художников профессиональных, мастеров, они дают им мастер-классы. То есть такое очень живое и продуктивное общение. Пускай они там свои иконы пишут не на профессиональном уровне, но они горят этим и очень серьезно к этому подходят. Да, если для людей это важно, то почему нет? Вы были именно на таком мастер-классе, да, давали? Да, ну там было серьезное мероприятие. На Вице были много профессионалов. Это были, там выступали доктора богословия, искусствоведы. Вот, там читались лекции интересные, показывались фильмы. Вот, студентов много очень было, даже не иконописцев, просто студентов, которые интересуют эту тему. Вот. И мы провели мастер-класс по фреске. Это было очень здорово, потому что мы видели лица людей, которых это заинтересовало, а мы это организовали очень быстро. Так эффектно. За сколько? Три часа фреску? То есть мастер-класс длился три часа, да? Почти, да. За три часа всех научили. Прекрасно. Дело в том, что мы люди опытные уже, да, мы знаем, как к этому подойти. И у нас все было под руками. Мы все взяли с собой и проводили мастер-классы в Минске, здесь, в Дворце искусств. Мы иногда проводим такие мастер-классы, и мы лекции читали. Например, лекции такие, читаем иконы вместе. Там мы говорили о символике цвета, о белорусской школе, иконописи, о, например, чудотворных иконах и так далее. Разные темы лекции, но под общим названием. Читаем икону вместе. Было очень много интересных встреч. Хотелось бы, чтобы это продолжалось и дальше. Потому что очень важно, чтобы люди понимали и умели читать икону. Игорь, а в Тарасово, вот иконы в Тарасово, расскажите про это, пожалуйста. У нас как раз есть фото. В Тарасово у нас скорее фрески. Гордитесь ли вы этими работами? Фрески. Ну, знаете, с приходом, так сказать, молодых гордиться нечем, откровенно говоря. Гордишься, когда ты работаешь и думаешь, ах, как прекрасно, вот все замечательно. С леса лесов, ага, тебя это уже не устраивает. Надо стремиться к лучшему. Ну, а там кто-нибудь оценит, слава богу, кому-то это понравится, прекрасно. Ну, про Тарасово расскажите. Тарасово мы начали расписывать 10 лет назад, даже 11 уже. И это был мой первый самостоятельный проект. Я вам скажу такую историю, расскажу. Не даете Алексею рассказать. Сейчас я вам расскажу. Дело в том, что Касана Камень нашла, да, я такой традиционалист, да, у меня уже своя школа. Алексей пришел молодой, новый, и ему хотелось что-то по-новому. И я чувствую, что у нас может случиться конфликт. И вот мы как-то подумали о том, что пусть вот возьмет молодой человек и самостоятельно огромный объект возьмет на себя. И покажет себя. И покажет. Пожалуйста, хочешь, пожалуйста, я буду при тебе, я буду помогать, я буду, так сказать, всячески помогать. Но ты самостоятельно пройдешь весь этот путь. Каков результат был? А так как он уже умел это делать, он с радостью это взялся. У нас получилась такая интересная ситуация. Мы поменялись ролями. Да. И так как у меня появилась возможность что-то вставлять в свое слово первым, то я начал очень глубоко изучать, заново изучать вместе с отцом византийскую фреску, начиная от ее истоков. Фаюмский портрет, эллинские рисунки, миниатюры, потому что очень много оттуда пошло. И мы столько информации новой для себя откопали. Мы просто вот купались в этом и что-то пробовали, экспериментировали. У нас совершенно поменялась стилистика, совершенно поменялся подход, какие-то новые ходы мы начали искать. И вот даже сейчас, когда смотришь на свои фрески старые, ну где-то что-то не нравится, где-то уже видно, что уже мог бы быть другой уровень, а какие-то моменты, находки очень интересные, и они вот пускай такие и остаются. Алексей, но вы все-таки больше бунтарь или вы все-таки больше последователь отца? Вот я не могу понять. Я исследователь, я бы сказал. Бунта нет. Вы знаете, есть поиск. Нет, может Алексей все-таки скажет, есть бунт или нет. Я, когда приступаю к работе, я стараюсь углубиться настолько, чтобы найти самый корень вопроса и уже от него начать как-то обучаться. Еще один вопрос от наших интернет-пользователей. Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести икону наших иконописцев? В церквях или киосках, где, не спрашиваю, все российского производства? А где выставляются белорусские иконописцы? Ну, во-первых, на выставках православных. В Минске, да? Да, конечно. Елизаветинский монастырь, там большая группа ребят, которые работают. Где еще? И они привозят. В киосках церквей, где работают иконописцы. Но вот пишут, что мало белорусских икон. Вы знаете что? Сейчас построили столько много храмов, а иконописцев не так много. Поэтому у иконописцев столько работы, что сдавать иконы просто нет возможности. Вот так написал в мастерской, потом пришел куда-то в художественный салон или в киоск. То есть вам чаще заказывают, да? Да, и вы пишете цитата нашего интернет-пользователя. Она пишет, ваши работы прекрасны, спасибо вам огромное. Ваши работы и работы Виктора оценят и будущее поколение. Ну, мы надеемся на это. Вы работаете на будущее поколение. Так что спасибо вам за это. Вы знаете, наше поколение только-только подходит к осознанию тому, что такое икона. Вот уже новое поколение, оно уже освоило эти первые шаги, и оно выходит на новый уровень. Тот уровень, наверное, он будет более прекрасным, более откроет нам глаза на то, что называются иконы, и что дает эта икона в познании божественного. Спасибо, что вы пришли к нам. Это была программа «Диаблоко Прекрасным» с Кристиной Смольской. Пожалуйста, присоединяйтесь к дискуссии в моем блоге, адрес которого вы видите сейчас на ваших экранах. А также присылайте ваши смс-сообщения. Сегодня у каждого из нас есть возможность формировать медиапространство, которое нас окружает. Пожалуйста, присоединяйтесь к дискуссии. С вами была Кристина Смольская и «Диаблоко Прекрасным». До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»